Боже, мы поем Тебе Мощ Твою мы величаем Мы народ Твой на земле Все Тебя здесь прославляем Дивен Ты во всех делах И велик Ты в небесах Тварь со всех концов земных Твой народ Тобой храним Коры ангелов святых Херубимы, Серафимы Все поют за всех концов Свят, свят, свят Бог зовет По всему лицу земли Славу все Тебе возносим Жертву славы пуст прими Мы Тебе ее приносим Славим мы Тебя, Отца Все Держителя Творца Это бремя возложил на меня Бог И вот уже несколько лет я несу его На сегодняшний день христиан в Японии менее 1% Это страна с большой численностью населения Но по некоторым причинам Вечное Евангелие здесь не провозглашается Токио – крупнейший город мира с населением около 40 миллионов человек И кажется, что достучаться до жителей города таких размеров просто невозможно Но Бог может использовать любого, даже того, кто приехал с другого конца света, чтобы достичь своей цели Даниэль вырос в Калифорнии, он американец японского происхождения в третьем поколении Молодой человек всегда говорил, что готов исполнить волю Божью в своей жизни И после долгих дней молитв он понял, что Бог нуждается в нем на другом конце света в Японии Так Даниэль принял призыв служить Богу в Токио Я родился и вырос в Америке, с самого детства мои родители учили меня японскому языку Я мог общаться, читать и писать на нем Я чувствовал, что Бог призывает меня поехать в Японию, чтобы там использовать свои навыки для его дела Даниэля направили работать помощником пастора в церкви в Сетаге На протяжении 2016 года эту церковь по субботам посещали менее 10 человек К тому времени, как приехал Даниэль, в церкви почти не осталось людей Но он знал, что у Бога большие планы на эту общину Поэтому он начал работать, чтобы сделать ее примером для жителей города В Японии много одиноких людей, поскольку они полностью посвящают себя работе или учебе Но они нуждаются в общении Думаю, это то, что действительно нужно японцам Мы призваны общаться и дружить с ними Общение – один из способов проповеди Христа Чтобы узнать потребности людей и завоевать их доверие, Иисус разговаривал с ними Используя этот метод, Даниэль решил попробовать возродить миссионерский дух этой церкви Он пригласил молодых людей в церковь и провел для них евангельскую программу Студенты колледжа, старшеклассники и молодые люди, которые уже работают Приходили в церковь на протяжении трех недель Мы вместе ели, проводили богослужения, изучали Библию А также мы учились молиться и общаться с людьми, ходить из дома в дом, провозглашая истину В этом было Божье благословение Молодежь действительно многому научилась Они считают себя адвентистами седьмого дня и хотят делиться благой вестью с другими Церковь, в которой было так много прихожан, стала молодежным центром Молодые люди обращались к жителям через молитвы и личное общение Благодаря тому, что эти молодые люди молились за местных жителей, общались с ними Очень скоро посещаемость возросла в пять раз И сегодня Слово Божье проповедуется по всему городу Случается так, что когда мы идем с проповедью в некоторые районы Никто не откликается на призыв А иногда Бог сам посылает людей в нашу церковь И когда они приходят, я чувствую, что Иисус помогает нам На сегодняшний день молодежь, желающая донести евангельскую весть ко всем жителям Токио Это движущая сила этой церкви В чем же заключается успех этой церкви? Особенность этой церкви в том, что молодежь здесь очень активна И свою энергию и силу молодые люди отдают на служение окружающим Они очень добрые и дружелюбные Мне нравится проводить время с ними Приятно видеть, как здесь молодежь стремится к Богу и изучению Библии Могу сказать из личного опыта, что когда я больше общаюсь с Богом в молитве То испытываю огромную радость, и это также помогает мне возвещать благую весть людям Данилей решил расширить евангельскую программу церкви в Сетаге И задействовать в ней молодежь со всего Токио Раз в месяц мы проводим мероприятия, на которые съезжается молодежь со всех районов Токио От 50 до 70 молодых людей приезжают на такие встречи Они ночуют прямо в церкви, в спальных мешках, поют песни, следуют Библию и общаются Эта община возрастает благодаря усилиям, направленным на возрождение миссионерского духа Члены церкви в Сетагае ищут новые способы, чтобы преодолеть барьеры и показать жителям Токио Божью любовь Многие люди в этом городе слишком заняты и замкнуты в себе, но все равно нуждаются в общении Я верю в то, что когда молодые люди загораются любовью к Иисусу, этот огонь может охватить и всю церковь Вот почему мне так нравится работать с молодыми посвященными людьми Я верю, что огонь Божьей любви вскоре загорится в сердце каждого жителя этой страны Задачи, поставленные перед церковью в Японии, реальны и их с каждым днем все больше Пожалуйста, молитесь за членов церкви в Сетагае, так как им нужна Божья помощь в распространении вести о его любви в крупнейшем городе на земле Ваша молитвенная поддержка и ваши пожитвования очень нужны, чтобы завершить миссию не только в Японии, но и по всему миру Ранним утром на рассвете окна распахнул Свежесть дня и шепот ветра грудью всей вдохну Новый день я с чистого листа опять начну Тебе, Господь, в молитве мечты свои несу Рай, ты обещал, Господь, и я туда стремлюсь В край, где отдохну душой, и я о том молюсь Чтобы, идя дорогой жизни, не свернуть пути По которому в небеса могу войти Не всегда на небе солнце яркое горит Иногда бушуют ветры и идут дожди Но по славу твоему ночь радуга взойдет И после зимней вьюги опять звезда придет Рай, ты обещал, Господь, и я туда стремлюсь Небесный край, где отдохну душой, и я о том молюсь Что, идя дорогой жизни, не свернуть пути По которому в небеса могу войти Как солнце освещает путь мой И светит мне плачьи звезда Так светом пусть повсюду будет мне любовь твоя Рай, ты обещал, Господь, и я туда стремлюсь В край, где отдохну душой, и я о том молюсь Что, идя дорогой жизни, не свернуть пути По которому в небеса могу войти Чтобы, идя дорогой жизни, не свернуть пути По которому в небеса могу войти Доброе утро, дорогие друзья! Мы благодарны, что вы присоединились к изучению Библии в это субботнее утро Мы продолжаем изучать серию тем, как толковать Писание Мы вместе говорим о Библии И сегодня второй урок и тема Происхождение и природа Библии Чем авторитет Священного Писания отличается Авторитета других книг Как научиться доверять Библии и быть верным ее учению Об этом мы будем размышлять в это утро И вместе с нами над этими вопросами Будут размышлять наши гости, наши друзья Друзья, мы рады приветствовать Светлану Тукачук Мать троих детей, домохозяйки, переводчика английского языка Я правильно все сказал? Да А также Руслана Лодко, пастора церкви Христиан Адвентистов 7-го дня Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня пятая суббота Когда мы находимся каждый в своем доме Изолированы, закрыты двери молитвенных домов Необычная ситуация Необычное то, что сегодня нет и нашей гости Которая была прошлую субботу Евгения Макринской Евгения, мы приветствуем вас Нам не хватает вас Но мы попросили ее присоединиться к той большой группе людей серебряного возраста Которые находятся в особой группе риска И они находятся дома В своих домах, в своих квартирах Приветствуем вас, наши дорогие мамы и папы Наши бабушки и дедушки Пожалуйста, не скучайте Оставаясь в своих домах Помните, что мы вас любим И хотим сберечь вас и ваше здоровье Также мы обращаемся и к тем Который не в своих домах, а который оказался в больнице Мы продолжаем о вас молиться И мы верим, что Бог совершит для вас самое лучшее Сегодняшний кризис стал тестом для христиан Тестом на настоящую любовь, практическую любовь На сострадание, на жертвенность Которую человек может проявлять тем, кто его окружает И мы рады, что многие христиане в нашей стране, в Молдове От слов перешли к делу Община в Бричанах Пастор Мистериану Валентина Организовали социальный проект Подари маску Две сестры на протяжении короткого времени Они пошили 450 масок Слава Богу И бесплатно раздали своим друзьям Ростникам, членам церкви В церквях Бричанского и Окнинского района Люди, которые получили эти маски, были очень благодарны Потому что они нигде до этого не могли их приобрести Община города Бельцы Пастор Бурак Константин А также община братья и сестры города Кишинева Аделаида Пастор Юрий Дука Пожертвовали средства Купили продукты И доставили в каждый дом Эти продуктовые пакеты И многодетные семьи Люди с ограниченными возможностями Люди, которые пожилые и находятся в самоизоляции Они очень были тронуты и благодарны этой помощью Которая была очень нужна и актуальна для них Хочу отметить, что волонтеры, которые разносили эти продуктовые пакеты Они соблюдали все меры безопасности и предосторожности При поддержке агентства ADRA Молдова Были розданы 350 цифровых термометров Пожилым людям и тем, кто в них нуждался Для того, чтобы проводить своевременный скрининг Температуры, симптоматики Чтобы выявляя людей, которые могут быть больные Они могли обращаться за помощью медикам Необычная ситуация не только для пожилых Не только для тех, кто сегодня не работает Но также и для тех, которые уже второй месяц Проходят обучение, находясь дома Это школьники, это студенты К сожалению, не у всех из них Была возможность иметь компьютеры, смартфоны Чтобы слушать уроки и отвечать И мы благодарны агентству ADRA, которая помогла И 10 человек получили ноутбуки на время карантина Для того, чтобы не заканчивать свое обучение Пусть Господь особым образом благословит Каждого, который посвящает силы Посвящает средства, время Для того, чтобы помочь людям, кто в этом нуждается И сейчас я хотел бы пригласить и тех, кто смотрит эту программу А также вас, дорогие друзья Чтобы мы совершили молитву О наших пожилых бабушках, дедушках Молились о тех, кто болен, о врачах И о тех волонтерах, которые помогают И приходят к тем, кто в этом нуждается Мы склоним головы и обратимся к Господу в молитву Пастор Руслан, просим вас помолиться Отец Небесный, славим и благодарим Тебя За Твое величие, Твою мудрость За то, что Ты до сих пор вел нас Мы благодарим Тебя за тех людей Которых Ты сохранил в живых до сих пор Даже если они заболели Мы просим, чтобы Ты исцелил их Мы просим Тебя о той группе риска Которые подвержены заболеванию Пожалуйста, сохрани и огради их Мы просим о врачах Те, которые трудятся на передовой Чтобы Ты дал им иммунитет Благослови их И помоги тот труд, который они совершают Чтобы он был благословен Тобой Чтобы он был полезным для тех людей Для которых они трудятся Благослови волонтеров Которые решились не сидеть дома Но делать что-то полезное Благослови и огради от всякого зла И помоги, чтобы никакое зло Не прикрепилось к ним В руки Твои доверяем и нас сегодня В рассуждении над Словом Божьим Во имя Иисуса Христа Аминь Воистину Библия – это живая книга И человек, который читает ее С верою искренне Не может оставаться равнодушным Он хочет подражать героям Библии И, конечно, подражать Иисусу Христу И идти, трудиться, помогать Что-то делать Менять жизни людей В этом уникальность Библии Об этом мы говорили И пусть Библия поменяет Не только наше мировоззрение Но наш характер И нашу жизнь И жизнь окружающих нас людей Почему нам важно знать Какая природа И какое происхождение у Библии Ну, какая разница То, что она древняя И такая интересная Разве этого недостаточного? Как влияет понимание Происхождение Библии На то, как она влияет И на нас Влияет на человека И на то, какое отношение Человека Библия Я хотел бы пригласить Вас, Светлана А также наших друзей Просчитать Отрывок из Священного Писания Первого послания Фессалоникийца Вторая глава Тринадцатый стих Прошу вас Посему и мы Непрестанно благодарим Бога Что приняв от нас Слышанное Слово Божье Вы приняли не как Слово Человеческое Но как Слово Божье Каково оно и есть поистине Которое и действует в вас, верующих Спасибо Павел в своем обращении Говорит такие слова Вы приняли не как Слово Человеческое Но как Слово Божие И оно действует в вас, верующих Как влияет понимание природы Библии На ее способность действовать На человека Я хотел бы в первую очередь Вернуться к прежнему вопросу Прежний вопрос Почему Так важно Посмотреть Происхождение Библии На самом деле Мы читаем Библию Не просто потому что Это хорошая книга Мы ее читаем не потому что Она интересная книга Мы читаем потому что Это хороший автор Библия Она сильна Это ее самая большая сила и секрет В авторстве Потому что Сам Бог Является автором Библии Вот Как раз из этого вопроса истекает Второй И ответ тоже самое Как связано понимание С тем Как она меняет Жизнь человека Если Если корни Растений Уходят вниз Корни Библии Уходят вверх Ее происхождение Небесное Поэтому Бог меняет сердца людей Вот в этом и уникальность Библии Что Книги Обычные Они могут просто Проинформировать нас Но трансформировать Может Библия Потому что Ее Истоки небесные Я правильно понял что Авторитет Библии Влияет на то Чтобы человек Подчинялся Ее Совершенно верно Ну тогда у меня Личный вопрос к вам После чего Напоминание Вашей семье Дети Начинают делать Уроки Обычно В семье Тот человек Который занимается Воспитанием своего ребенка Он и мотивирует его Но приятно Когда Точку над ей ставит Папа Если ребенок Поменял свои планы Какие-то Ваши Да Ну У нас Мы так Относимся к маме Как к королеве Мама Она имеет Хорошее Замечательное Авторитетное Слово Но Если она королева То есть в семье и король И когда Уже не справляется Королева Тогда вступает в силу король Это продолжение того Что вы сказали Поэтому Дети Они прислушаются И к одному и к другому Но когда ты имеешь силу Больше мама Когда ты имеешь силу Больше папа Но бывает так Что когда Не хочет подчиняться Одному То он начинает спрашивать У другого А ты что думаешь Об этом Да Совершенно верно То есть Того слова действует У кого авторитета Больше Я вспоминаю историю Когда слушатели Иисуса Христа Не желая подчиняться Исполнять его принципы Начинали подвергать авторитет Его происхождение А кто такой Иисус? Не плотников ли это сын? Или из назарета Может быть что-то доброе Для чего они об этом говорят? Нет авторитета Можем не слушать Нет авторитета Можем не подчиняться Поэтому Понимание авторитета Происхождение Библии Влияет на то Как человек Подчиняет свою жизнь И стремится жить По тем принципам Которые Она открывает Я хотел бы здесь добавить Я смотрел Такую картину Интересную Подошла Небольшая женщина К трём здоровым мужчинам Сказала им что-то И эти три здоровых мужчины Которых до этого Не могли унять пятеро И вот эта маленькая Хрупкая женщина сказала И они подчинились Почему? Потому что она была в форме Потому что она была в погонах А это была полицейская И она пришла Для них она была авторитетом И когда она сказала слово Это слово было действенным Они сразу же послушались То есть от нашего авторитета Зависит и действие А что Библия говорит о себе Как о авторитетном источнике жизни Для человека Каким образом люди писали Слово Божие Приглашаю вас прочитать Второе послание Петра Первая глава С 19 по 21 стих С радостью прочитаем Здесь написано следующее И при том мы имеем вернейшее Пророческое слово И вы хорошо делаете Что обращаетесь к нему Как к светильнику Сияющему в темном месте Доколе не начнет расцветать день И не взойдет утренняя звезда В сердцах ваших Зная прежде всего Что никакого пророчества В писании нельзя разрешить Самому собой Ибо Никогда пророчество Не было произносимо По воле человеческой Но изрекали его Святые Божьи человеки Будучи движимы Духом Святым Вот Кажется здесь очень Понятно написано Что Слово Божье Если вы вспомните Дмитрий Когда вы только узнали О Слове Божьем Когда вы начали его читать Все ли вам было понятно Нет Когда смотришь Слово Божье Когда только приходишь к Господу Смотришь Ничего не понятно Какие-то жертвы Какие-то имена Столько их много Церемонии Ничего не понятно Пророчество Тем более И как раз здесь говорится О пророчестве Что это как светило Которое начинает Светлеть все больше и больше Когда ты соприкасаешься В прошлом уроке Мы говорили о том Что Слово Божье Является Светильником И вот как раз Когда ты Берешь Слово Божье в руки Когда ты начинаешь его изучать Ты начинаешь все больше понимать И больше понимать И больше И приходит тот момент Когда для тебя Слово Божье Это уже не темный лес Для тебя Слово Божье Является живительным Оно является действенным И актуальным Но почему я должен подчинять Свою жизнь тому Что написал мытарь Матфей Или какой-то пастух Амос Это люди Они захотели Они написали Почему их Письмена Должны быть Авторитетом И руководством Для моей жизни Потому что написано Что они были Вдохновлены Богом Вот это очень важно Что все Писание Оно богодухновенно И поэтому Богодухновенность Писания Оно и определяет Богодухновенность Человека Который писал Это Писание В этом процессе Был задействован Дух Святой Который побуждал Этих людей писать Поэтому очень важно При чтении Священного Писания При изучении Священного Писания Обращаться к тому же Источнику К Духу Святому Который Вдохновлял Писателя Или Со-писателя Со-автора Который поможет тебе Понять эти слова Спасибо Никогда Пророчество Не было Произносимо По воле Человеческой Автор Этого Отрывка Использует Образ Светильника В темном месте И Восходящей Утренней Звезды Отображает ли Этот образ Светильника В темном месте Восходящей Утренней Звезды То, как Слово Божие Проявило Вашей жизни Светлана Не хотели бы вы Об этом рассказать? Да Когда я начала изучать Священное Писание Я поняла Что оно является Полным руководством для меня Это касалось всего И питания Это касалось отношений Это касалось Здрастных ценностей Так же смысл моего бытия Но Самое главное Я заметила Если я с утра читала Священное Писание Бог даривал мне мир Радость И Силы Прожить этот день Наилучшим образом И у меня все получалось И Мало того Я Смогла побеждать Свой эгоизм То есть Библия меняет нас Изнутри И поэтому я призываю всех Кто желает Этих перемен Читайте Священное Писание Спасибо Говорится О утренней звезде А кто Это Утренняя Звезда Которая Сходит в наших Сердцах По мере того Как мы читаем И обращаемся К Библии Как к светильнику Конечно же Это Иисус Христос Который О котором пророчествовалось С самого начала С самого начала И Красной нитью Через все Писание Личность Иисуса Христа Это Главный герой Положительный герой Который Пришел Спасти человека Вот это Утренняя звезда То есть Чем чаще Мы обращаемся К светильнику Тем больше Рассветает Этот день В нашей жизни Тем больше Наш характер Меняется И Иисус Занимает Более Главное место Наверное В нашей жизни Не так ли? Ну да Совершенно верно Во втором послании Тимофея Третья глава Шестнадцатый стих Все Писание Богодухновенно Вы использовали Вот это выражение Бога Боговдохновенно И полезно для Научения Для обличения Для исправления Для наставления В праведности Все Писание Богодухновенно Как это понимать? Значит ли это Есть такое мнение Что каждое слово Каждый знак Припинания В Библии Был вдохновлен Богом Что значит Что человек Пишет Под влиянием Святого Духа? Очень хороший вопрос Действительно Многие люди Притыкаются Об этот текст И не понимают Но мы хотим Сказать Что авторы Библии Были Божьими Писцами Но не его пером То есть Бог вдохновлял Людей Но не вдохновлял Слова Поэтому очень важно Что тот контекст В котором Находился человек Его жизнь Его опыт С Богом Он отражался На этих словах И Бог давал Для того Чтобы написать Что-то Человеку Нужно было иметь Какой-то опыт С Богом Ему нужно было иметь Живую связь Поэтому здесь Первостепенно Вот эта связь Через которую Бог дает вдохновение Вы помните Когда в Также в Новом Завете Описана история Учеников Когда Сошел Дух Святой На них Дух Святой Сошел И они начали говорить На разных языках Вот это вдохновение Вот это Когда Бог тебя касается Когда Он говорит У меня для тебя Специальная миссия есть Ты должен сделать нечто И вот Как раз каждый Из этих писателей Сописателей Они имели вот эту миссию Написать Божью волю Через слова А если Бог Касается мыслей человека И человек Выражает эти мысли В записанных словах Сохраняется при этом Индивидуальность человека Если Бог Вдохновляет всех То Может быть Все должны быть Если один автор Который Вдохновляет всех Писатели Значит Они должны быть Похожи их произведения Как вы думаете Ну да Я даже Такой пример бы привела Если бы Произошло ДТП Да С участием Некоторых людей Любой Любовый водитель Как бы он Оценил ситуацию Он бы Конечно же Отметил какая марка машины Оценил бы Естественно Поскольку обойдется Уже Ремонт Знает Стоимость запчастей Да Женщина никогда об этом не подумает Она наоборот Эмоционально Расскажет Что случилось Врач бы наверное Уже дал бы оценку Состояния Человека А полицейский Конечно же Уже Покажет Что человек нарушил Какие правила Поэтому В общем Картинка складывается общая Несмотря на то Что каждый смотрит Согласно своему опыту То же самое И евангелисты Они описывали жизнь Иисуса Христа Но Четыре евангелиста Пишут об одном человеке Одна биография Но они не похожи Да Не похожи Но Но Потому что каждый описывает Исходя из своего собственного Опыта И своего образования Своих взглядов Своей культуры Но в общем Картина-то одна Общая Вот это интересно Вы посмотрите Какие разные эти все книги 66 книг И они все абсолютно разные Разные люди их писали Вот в этом красота Вот это как пазлы Которые собираешь И они составляют одну общую картину Маленький кусочек Другой маленький кусочек Они все разные Но одна общая картина В этом то есть смысл Изучать Библию полностью Видеть всю картину Несмотря на то Что они были разные Они были вдохновлены И когда читаешь Как будто один и тот же написал Хотя они все разные Спасибо И сказал Господь Моисею Напиши себе слова сие В чем отличие написанного Слова от услышанного Зачем Бог повелевает Слова Господне Моисею записать Недостаточно было того Что он пересказывал Зачем писать При том что может быть И не все современники Моисея Имели такое образование Как у Моисея Может быть часть из них Вообще были безграмотными Зачем нужно было писать Ну наверное в первую очередь Чтобы не забыть Ну да Мы склонны забывать И письменный документ Конечно же лучше хранится Любой контракт Вы бы захотели заключить В устной форме Покупку дома или машины Конечно же нет Написанное пером Не вырубишь топором Поэтому то что написано Наверное более авторитетное Поэтому конечно Письменный документ Он более достоверный И конечно же он неизменный В отличии от устной речи Ничего не прибавишь Не убавишь Что написано то и читай И конечно же самое главное Мне еще нравится В этот момент Что он может быть размножен А это значит Больше Количество людей Могут прочитать В один и тот же момент Угу Спасибо Так Вы видите что Священное Писание Оно было написано В течении Очень большого промежутка Времени И Бог часто использует Слово помни Он напоминает И говорит Помни об этом Запиши Помни Для Бога важно Чтоб человек об этом помнил Пока человек Имел еще память Когда он Многие Много Большой объем информации Мог помнить Это все воспринималось На память Но когда Бог Видел что Человек забывает Помните Раньше в троллейбусах Было написано Совесть лучший контролер Да Почему то эта запись исчезла Что случилось Мы наверное стали забывать Что то Мы забываем принципы Какие то Поэтому с течением времени Оно сохранило свою актуальность И Бог говорит Запиши Потому что оно важно И мы сейчас можем вернуться Тысячелетия обратно И увидеть как было тогда И не наступать на те же грабли Не делать те же ошибки Поэтому Бог предостерегает нас Реформация в 16 веке Стала возможной Благодаря печатному слову Поэтому печатное слово Оно имеет большое значение В нашей жизни Спасибо Читая Библию Мы находим Удивительный стих Который Словом Слово Называет Личность Приглашаю вас Светлана Прочитает этот Отрывок Евангелия Атеана 1 глава 14 стих И Слово стало плотью И обитало с нами Полная благодати и истины И мы видели Славу Его Славу Как единородного От Отца Очень интересная параллель Между Словом Божиим Которое стало плотью Иисус Христос И написанное Слово Божие Библия И в Слове Божием Есть элемент И человеческого И божественного И в Иисусе Христе Мы тоже видим Как соединилось Божественное и человеческое А что еще есть общего Между Христом и Библией В Библии очень много параллелей Христос и Слово Одна из параллель Мы знаем, что Слово Оно имеет сверхъестественное начало Божественное начало Мы знаем, что Христос Тоже имел сверхъестественное Божественное начало Но тем не менее Библия писалась Людьми Человеком Так и Христа родила Женщина Человек Очень много параллелей Между тем Как Слово Открывается И как открывается Иисус Христос Но родила Будучи Зачата От Святого Духа От сверхъестественное Вот так и Слово Божие Через Духа Святого Было зачато это Слово Есть еще Очень интересный текст Который мы читали В прошлый раз Я его сегодня цитировал Слово Твое как Как что Как светильник Дальше Иисус Себя сравнивает со светом Иисус говорит Я есть истина А дальше Говорится Освяти их истиной Ибо Слово Твое Есть истина И Слово истина И Иисус истина Очень много Параллелей Которые связывают И Иисуса И Слово Слово было сказано Когда-то И оно воплотилось Через Иисуса Христа Спасибо Что вы Думаете Светлана О том общем Что есть между Библией И воплоченным Словом Иисусом Христом Я поняла Что Господь использовал Человеческий Несовершенный Язык Для того Чтобы передать свою весть То есть соединил Человеческое И Божественное Так же как и во Христе Соединилось Бог не говорил С людьми На ангельском Небесном Языке Да Господь использовал Ограниченный Человеческий язык А какие существенные Различия между Словом Ставшим плотью И Словом Божиим Мы можем видеть Во-первых Мы поклоняемся Не Библии А мы поклоняемся Богу Для нас важна личность В Священном Писании Есть текст Очень известный Текст Для кого-то Для кого-то Может новый Иоанн Записан в Евангелии от Иоанна 5 глава 39 текст Там написано Исследуйте Писание И вот интересно Что там написано Я когда думал Об этом тексте Я так представлял себе Что Иисус подошел К фарисеям И говорит Вы исследуете Писание Потому что Вы думаете через них Иметь жизнь вечную Но это неправильно А Писание Они свидетельствуют Обо мне Вот что важно В Писании Это не спасение Это не все остальное Вся история А важна личность О которой мы говорили Которая красной нитью Это спаситель Потому что Что произошло Драма о которой мы говорили Что Что-то произошло С нашим миром Мир погибает А есть спаситель Который пришел спасти И вот как раз Писание Оно о спасителе Об Иисусе Христе Поэтому Вот что важно Что Иисус Воплощение этого слова Живое Он живое слово Не напечатанное А живое слово Спасибо Какое влияние Библия Призвано Оказывать На нашу жизнь От каких условий Это зависит Почему Кто-то читает Библию И не меняется Другой человек Читает Его жизнь Преображается В чем секрет Почему Библия Для кого-то Является Авторитетом Авторитетным Божьим словом И он подчиняется Ему А для кого-то Только лишь Источником информации Или Культурным Наследием Что Говорит Библия О том ключе И секрете Который Помогает Понять ее Я думаю Секрет кроится В вере Человек имеет ее Или нет И вот такой момент Записан в Матвее 28 главе 16-18 стихи Иисус Как-то Тогда Пригласил Повелел Ученикам Собраться На горе В Галилее И когда Они его Увидели Они Поклонились И дальше Что читаем Иные Усомнились То есть Не имея веры Даже явные Доказательства Человеку Не помогут А если я прихожу с верой Прошу просвещение Святого Духа Тем более Было написано Под просвещением Святым Духом То я пойму Господь даст мне Еще больше Доказательств Которые больше еще У меня убедят Во что я верю Да, как написано Что без веры Угодить Богу Невозможно Богу угодить То есть вера Она Необходимый ингредиент В отношениях с Богом Это Я бы сравнил это С замком Когда ты подходишь Подбираешь Один ключ не подходит Второй ключ не подходит Третий Как же нам понять Слово Божие Оно такое сложное Как мы говорили Оно начинает потихонечку Но секрет кроется в этом Вера и молитва Когда мы верим Когда мы молимся Дух Святой Он помогает нам понять это слово Спасибо Библия Библия Знакомит нас Живым Богом Она открывает нам Его характер И действительно Библия является Авторитетным Богдухновенным Словом И это Побуждает И помогает нам Относиться К нему с уважением С почтением Не только Как книги То как мы читаем Как ее носим Но Побуждает нас Подчинять Полностью Свою жизнь Этому слову Ибо это Есть любовь К Богу Чтобы мы Соблюдали Заповеди Его И заповеди Его Не тяжкие Если вы признаете Библию Как авторитет Для своей жизни Если вы любите Того Кто вдохновил ее Написать Тогда Вы подчините Свою жизнь И ее Законам Мы благодарны Вам За Ваш опыт За Наши мысли И за участие В изучении Библии Мы благодарны Всем тем Кто вместе С нами Читал Вдохновенные Слова Библии И пусть Господь Поможет нам От слов Перейти к делу И быть не только Слушателями Но и активными Делателями Пусть Господь Изменит наши Сердца Наш характер Наши отношения Друг к другу И окружающим Нас людям Аминь Спасибо Спасибо вам Спасибо вам Субтитры 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 Нет, она любит гавкать на баранов Да, она помогает их пасти Вот, мы ее и поставим здесь А барашек, наверное, любит сидеть за компьютером Нет, он любит пастись на селеной травке Ну, ставь тогда его на траву зеленую, пусть пасется Видите, все наши меньшие друзья Они выбрали раздолье и свободу Никто из них не катается на наших качелях Или не сидит у компьютера А всем им хорошо там, где их семья И мне тоже хорошо, где мои друзья На дворе стояли последние деньки золотой, но уже холодной осени Все больше листочков уже было не на деревьях А кружились в воздухе и падали на землю разноцветным ковром Наши друзья Миша, Маша, Яшка, Тышка гуляли во дворе И вдруг Яша бросился на дорогу вдоль деревьев и наклонился к земле Ой! Ребята подбежали к нему Яша, что случилось? Яша протянул руку и все увидели маленькую птичку Воробушка, который сидел в листьях и дрожал Как? Откуда? Яша взял воробушка в руки И друзья заметили, что у птички было поранено крылышко Бедненький! У Маши слезы выступили на глазах Наверное, какой-нибудь кот его так поранил Да, хорошо, что в живых остался Яша прижал птичку к себе И принял решение забрать ее к себе домой У меня есть клетка И мама медсестра в больнице работает А значит, птичку вылечит Друзья разошлись по домам Яша, как и говорил, забрал воробушка к себе Дома мама и в самом деле лечила птичку А Яша помогал Да так старательно, что через две недели Воробушек уже мог летать по квартире Яша нарадоваться не мог на воробушка Теперь мы друзья Теперь мы будем жить вместе И клетка станет домом для моей птички Ведь Яша спас ее Но Яшины друзья так не думали Ты должен отпустить воробушка Птичка любит жить на воле Ничего ты не понимаешь Ведь у меня ей будет лучше Все условия для нее у меня есть Не мила птички золотая клетка А мила зеленая ветка Миша тоже говаривал Яше Отпустить птичку на волю Смотри, Яша, как он грустит Что больше никогда не полетает в небе Со своими друзьями Тебе бы так хотелось Яша посмотрел на своего питомца Воробушек сидел в клетке и грустил Конечно же, ему не хотелось разлучать воробушка с его друзьями Ведь Яша был добрый мальчиком И к тому же он знал, как важно не разлучаться с друзьями Поэтому Яша взял клетку, вынес на улицу Открыл дверцу, взял воробушка в руки И подкинул его вверх Воробушек расправив крылышки И полетел вокруг Яши И исчез И хоть Яше было жалко расставаться с воробушком Ведь он так привык к нему И понял, что птички лучше на свободе Друзья были очень рады Что Яша выпустил птичку Ура! Какой ты молодец, что спас воробушка Молодец ты, что его выпустил Теперь он отправится к своим друзьям А на следующее утро Яша услышал в своей комнате стук в окно Он подошел к окну И увидел воробушка на подоконнике Он держал в клювике листочек Воробушек оставил листочек на подоконнике Весело чирикнул Яше и улетел Как же был счастлив Яша Воробушек не забыл про него И даже принес подарок Листочек Значит, они настоящие друзья А вам понравилось, как поступил Яша? Воробушку точно понравилось А как я могу понять? Я ведь не понимаю по-жучиному А как вы думаете? А надо поставить себя на место жука Вот бы тебя посадили в клетку или в коробку Мне бы там не понравилось Да, а о чем же интересно думает птичка, когда садит в клетке? Чтобы полетать со своими другими птичками Да, нельзя садить в клетку того, кого любишь А у вас есть домашние животные? У меня есть два попугая и хомяр А у вас? У меня есть попугай А у меня есть рыбки А вы заботитесь о них? Да Вы их кормите? Да А что еще делаете? Ну, клетки за ними Я играю с ним Повторяю его заезжение Меняете воду рыбкам, да? Вы знаете, очень важно заботиться о наших маленьких друзьях Чтобы им было хорошо вместе с нами Бог нас всех создал свободными И мы должны также давать и им свободу И никого не держать в клетке, да? Я тоже хочу быть как Бог, отпустить жука Ну, давай, отпускай Пусть идет на свободу Пока, Жужа Иди на свободу Любить и заботиться нужно о всех друзьях О больших и особенно о маленьких А мы встретимся с вами ровно через неделю Пока! Мышка, Яшка, Мышка И Машенька, и Мишка Цель продолжают И летом, и зимою И восемь, и весною Страну своей мечты идут И дружба Ландию найдут Угадайте, что это Желтый цитрусовый плод Странных солнечных растет Но на вкус кислейший он А зовут его Линболь Линболь Субтитры подогнал «Симон» Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса Парализовала весь мир Правительства закрыли границы Обрушились финансовые рынки Опустили церкви Означает ли это Наступление последнего кризиса Перед явлением Господня Что об этом говорят священные писания Я приглашаю вас Найти ответы на эти вопросы В новом цикле Из десяти программ Под общим названием «Христос – наша защита». Не пропустите начало прямого эфира 17 апреля в 18 часов по московскому и киевскому времени. Все число для Тебя, как молитва, звучат. В храме Твоем оживают сердца наши, Господи. В храме души оживает Всевышнего взгляд. Верую, 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 верую на все вреда. Людям дорога вечная надежда одна. Верую, верую, верую на все вреда. Щедрою, верую, 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 верую на все вреда. И обращаемся к ясному небу с молитвами. Грозим у Бога опять отпущения грехов, Верую, 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 верую на все вреда. Верую, верую, верую на все вреда. Верую, 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 верую на все вреда. Верую, верую, верую на все вреда. Светлый твой лиг освещает восход и закат. Тысячи звезд для тебя зажигаются, Господи. Тысячи слов, как молитва земная звучат. Верую, 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 верую на все вреда. Верую, 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 верую на все вреда. Верую, 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 верую на все вреда. Верую, 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 верую на все вреда. Читая Священное Писание, мы встречаем с вами Писание жизни людей, которые, невзирая на что, сохраняли верность Богу. Лично меня удивляет их стойкость, их мужество. Там, где все любили ложь, они любили правду. Там, где господствовал разврат, они сохраняли чистоту и святость. Невзирая на все времена, на обстоятельства, они шли узкою тропою. Каждый из нас верит в Бога. И наша вера в Бога очень часто зависит от обстоятельств, которые происходят вокруг нас. Возможно, вера в Бога в нашей жизни как одна из опций. Мы говорим или думаем, можно верить, а можно не верить. Когда мы читаем описание жизни Еноха, Даниила, Авраама, мы понимаем, что вера в Бога — это не опция в их жизни, но это фундамент, на котором строится вся жизнь. Именно от нее зависит, чем эта жизнь будет наполнена. Вера в Бога как фундаментальная основа во все времена остается незыблемой, когда хорошо и как плохо. А возможно ли вообще такое? Возможно ли верить в Бога, когда ты очень сильно болен? Можно ли верить в Бога, когда вокруг тебя не все так складно? Можно ли верить в Бога, когда гонение? Как оставаться верным Богу во все времена? Священное Писание описывает нам в 11 главе послания к евреям о том, что были люди, которые невзирали на обстоятельства. Написано, что те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Оказывается, история знает большое количество детей и взрослых, мужчин и женщин, которые оставались Богу верны, невзирая ни на что. Я хотел бы сегодня представить вашему вниманию один из исторических периодов, описанных в книге Откровения. Во второй главе, стиха 8, мы читаем с вами обращение Иоанна Богослова, если быть точнее, обращение самого Иисуса к Смирненской церкви, где написаны следующие слова. «И ангелу Смирненской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и сежив». Необходимо сказать, что этот чудесный город Смирна, сегодня город Измир, находящийся на побережье Егейского моря, когда-то, согласно историческим данным, Александр Македонский увидел во сне видение, он увидел это прекрасное место и позже издал указ о том, чтобы там был построен город. Нужно отметить, что в городе Смирна позже появляются десятки тысяч христиан, людей, полюбивших Бога и посвятивших свою жизнь Христу. И вот именно там, в Смирне, Иоанн Богослов, последний оставшийся в живых ученик Иисуса, совершает активно свое служение. Согласно истории, именно Иоанн и основал эту общину верующих. Именно Он воспитывал их, и своей жизнью Он вдохновлял их следовать за Иисусом. Но если взять во внимание исторический период этой общины, а именно исторический подход к толкованию Священному Писанию, помогает нам увидеть, что каждый период церкви, он определяет тот или иной период истории развития христианской церкви. И вот именно период Смирны охватывает период с сотого года нашей эры по 323 годы. Второе, третье и начало четвертого столетия — это события, происходящие в период Смирнской церкви. Нужно сказать, что верующие в Смирне были особыми людьми. И невзирая на все условия, они проявили небывалую посвященность делу Божьему. Как Иисус обращается к верующим этого периода? Чего мы можем научиться у них? И как Иисус вдохновляет их? Так обращается к ним Иисус. «Я есть первый и последний, который был мертв и все жив». Необходимо сказать, что когда нам плохо в жизни, то мы чаще обращаемся к Богу. Когда нам очень плохо в жизни, мы можем с вами забыть Бога. Необходимо отметить, что в периодах кризиса в нашей жизни, а именно во время духовного кризиса, когда мы испытываем гонение, неприятности из-за веры в Бога, мы склонны задуматься, а то, во что я верю, имеет ли вообще смысл? А то, что я делаю для Бога, а нужно ли это? Когда господствуют нечестивые, когда я унижен, когда я гоним, а есть ли Бог, а видит ли Он меня, а слышит ли Он меня? И так как верующие этого периода, как отмечает Священное Писание, терпели скорбь, лишение, именно они пережили самые кровавые гонения в истории, очень сильно нуждались в том, чтобы услышать голос Иисуса. И Иисус обращается к ним и говорит, «Я жив, я был мертв, но я воскрес, я есмь первый, я есмь последний, я есмь тот, за кем последнее слово, я тот, кто с вами, я тот, кто возле вас, я тот, кто помогает вам и тот, кто будет вести вас». Необходимо сказать, что во II-III столетии язычество уже издыхало, и стоял очень важный вопрос, как спасти язычество. И поэтому в борьбе с христианством язычество делало несколько важных акцентов. Одно из важных моментов была борьба против самого Христа, а именно неоплатонизм не принимал Христа как его человеческое естество. Вторая борьба — это была борьба против самих христиан, против их убеждений, всегда находились какие-то элементы, которые бы унижали бы их, превращали бы их не как в движение мировое, но как сектантов. И война против христиан, война против Христа и война против христианского учения являлись основными направлениями языческой религии. Необходимо отметить, что Иисус говорит им, невзирая на то, что сегодня языческий мир унижает учение Христа и личность. Помните, что я есмь живой. Помните о том, что я есмь первый и последний. Читая далее Священное Писание, мы видим, что Христос убеждает верующих, что Он, Он жив. Они каждый день видели смерть, каждый день они видели, как их близкие люди лишаются жизни. Им очень было важно помнить, что их Спаситель жив. Им очень важно было помнить о том, что Господь не оставляет их в эти сложные минуты. Что за люди жили в те времена? Как описывает их Священное Писание? Невзирая на эти сложности и испытания, о чем они думали? Что они делали? И написано в 9 стихе 2 главы книги Откровения, мы видим, что Иисус говорит об этих людях. «Знаю дела твои». Какие дела? Необходимо отметить, что христианству неизвестен более бурный период развития Церкви, чем период 2-го и 3-го столетия, когда сотни тысяч людей принимают Христа в свою жизнь и посвящают себя Ему. Как удавалось им сохранять свою верность Богу, когда они были вне закона? Как удавалось им нести весть об Иисусе, когда их гнали? Когда их пытали? Когда у них не было сети интернет, чтобы вещать истину Евангелия? Как они могли нести весть об Иисусе, когда у них не было священнослужителей, не было пасторов, не было бы тех, кто бы помогал бы им, не было тех, кто бы мог бы отдельно посвятить всю свою жизнь и все свое время для того, чтобы нести Евангелие? Каждый день эти люди делились своим опытом обращения. Каждый день они рассказывали о том, что для них сделал Иисус. И эти сотни тысяч историй покоряли новые сотни тысяч людей. На поле, идя по улице, они рассказывали, что для них сделал Иисус. Второе и третье столетия христианского периода — это период рассказа личного обращения, личных историй, это период, когда тысячи людей восхищаются тем, как Бог изменил жизнь их собеседника, их соседа, их односельчанина, и они также решали идти вслед за Иисусом. Но вместе с активной миссионерской работой мы читаем, что у них была и скорбь, и нищета, и злословие от тех, которые говорили о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Конечно же, торжество истины всегда сопровождается большим сопротивлением. И именно в этот период мы замечаем, как развиваются разные языческие культы и как в этот период язычество пытается победить христианство. Два основных движения. На последнем своем вздохе язычество рождает неоплатонизм. Это течение объединяет большое количество разных культов, создавая один общий для того, чтобы каким-то образом выжить и предложить человеку новую догму, новый взгляд на жизнь. Неоплатонизм постоянно находится в диалоге с христианством, пытаясь дать человеку другую альтернативу и другое направление. Мы замечаем с вами, что неоплатонизм соединяет восточные языческие религии, магию, греческую философию, открывая другое воззрение. Но, оказавшись бессильным, неоплатонизм сменяется очень опасным гностицизмом. Если прежде христианство вступало в полемику с неоплатонизмом, то сейчас гностицизм не предлагает полемики, но предлагает изменить христианство изнутри, что и предоставляет очень большую опасность. Гносио — это знание. Гностицизм — это система знаний, которые предлагал тогдашний литературный, научный мир человеку. Это восточный мистицизм, это греческая философия, это иудейская каббала и христианство, сплетенные вместе в одно целое. Все это, как одна общая система, должно было дать человеку ответ на его вопросы жизни. Одним из фундаментальных моментов гностицизма — это таинство, вера в тайные предания, которые зиждились на создаваемых ими же апокрифических евангелиях. Мы замечаем, что Библия более не является фундаментальным знанием для этих людей. Почему Библия сменяется другими апокрифическими евангелиями? Потому что Библия не дает или не поддерживает их идеи, их догматы и направления их жизни. Так гностики отвергают на 100% Ветхий Завет, избирательно относятся к Новому Завету. Именно гностики издают, пишут очень ставшие популярные Евангелия от Иуды, популярные в наши дни. Именно гностики отрицают или, скажем так, ставят акцент на негативных героев Библии. Именно гностики отрицают человечность Иисуса Христа. Именно гностики открывают дверь для того, чтобы в будущем бессмертие души проникло в церковь. Именно гностики относятся негативно ко всему материальному и к тому, что Бог создал этот материальный мир, тем самым говоря о том, что плоть должна быть предана забвению, она должна быть истязаема, она должна быть мучима, либо была еще одна крайность, когда плоть предавали всевозможным страстным усложжением и развратом. Богословие уже не зиждется на Священном Писании, богословие зиждется на таинствах, традициях и на смешании целой системы восточных, греческих, иудейских и христианских истин. Что происходит? В тот момент, когда христианская церковь возвещает Евангелие, в то время, когда люди проявляют небывалую верность Богу в сложные времена, когда весь Евангелие звучит и покоряет сердца, дьявол находит другой путь. Он не ведет полемику, диалог с христианством, он входит в это христианство для того, чтобы изнутри его изменить, а тем самым дать новые ошибочные направления. И здесь Иисус, обращаясь к этой церкви, говорит, что я знаю твои дела, я знаю, что ты возвещаешь Евангелие, я знаю, что ты испытываешь скорбь, я знаю твою нищету, нищету, которая не является препятствием, чтобы ты делился истиной и был верным. Но в это самое время торжества верности Богу мы видим с вами, что происходит самые сложные гонения. Стих 10 и 2 главы мы читаем. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять, будь верен до смерти, я дам тебе венец жизни. Вот здесь как раз и нужно ответить на вопрос, а можно ли Евангелие возвещать, когда в мире не все так гладко? А можно ли возвещать Евангелие жить жизнью веры в Бога, когда скорбь и нищета дополняют твою жизнь? А можно ли быть верным Богу, когда на тебя обрушатся самые сложные гонения? Необходимо отметить, что именно период смирновской церкви описан как период самых жестоких гонений. И мы, конечно же, не можем, говоря о Смирне, не вспомнить верного пресвитера Поликарпа. Дело в том, что Поликарп, который был учеником самого Ивана Богослова, был уже в летах преклонных, ему было свыше 100 лет. И это первый человек, о ком мы находим достоверные описания о его мученической смерти. И мы читаем с вами, что когда были захвачены 12 христиан, и они были ведомы в амфитеатр, и там были выпущены Смири, то первый из них отрекся во имя Кесаря, отрекся от креста, его освободили, второй очень отважно принял мученическую смерть, и в это время толпа кричала в зале «Найдите Поликарпа». На самом деле сыщики были направлены, и Поликарпа очень долго искали, потому что его помощники меняли место его нахождения несколько раз. Но все же, найдя двух его слуг, после долгих пыток, они сказали, где находится Поликарп. Что случилось после этого? Поздно вечером, когда он был найден, он пригласил в дом этих путников, он предложил им ужин, ночлег, просил их о времени, чтобы молиться, около двух часов он молился, и на следующий день он отправился навстречу к этой кростной толпе, ожидавшей его для растерзания. В пути ему было предложено еще спасение, но он решил, пусть будет воля Божья. Придя навстречу с этой большой толпой, мы считаем, что там состоялся его диалог, диалог с императором, который приглашал его во имя Кесаря отказаться от Христа и признать его власть. Необходимо сказать, что сохранилось послание Поликарпа к филиппийцам, и мы видим, что в глубоком смирении этот человек описывает или призывает их быть верными Богу. Вот несколько тезисов, которые описывает он в своем послании к филиппийцам. Он хвалил их за то, что они любят Христа и приносят плоды. Он говорил им, служите Господу в страхе, возрастайте в вере, а дальше в надежде, а дальше в любви к Богу и к ближним. Следуя и исполняя эти добродетели, вы исполните заповедь праведности, поскольку тот, кто имеет любовь, далек от всякого греха. Мы видим, что в своем послании он неоднократно ссылается на послание Павла, призывая людей быть верными. И вот настал час, когда он должен проявить верность. И мы читаем, что в беседе с императором он сказал такие слова в ответ на призыв поклянись гением Кесаря, похули Христа, на что Поликарп сказал такие слова. 86 лет я служу Христу и не потерял от него никакой обиды. 86 лет я служу Христу и не потерпел от него никакой обиды. Как же я могу похудеть моего царя, который спас меня? У меня есть звери, сказал император, на что Поликарп никак не возразил. Я могу сжечь тебя, на что Поликарп ответил, на что Поликарп ответил, огонь твой временный. Мы читаем, что он должен был быть связан, но он просил не связывать его, потому что он добровольно пошел на костер, но когда костер запылал, то образовалась дуга пламени, которая не касалась Поликарпа, и по приказанию императора он был убит мечом, став одним из известных мучеников, описание смерти которого сохранилось в исторических летописях. Но не только Поликарп, сотни тысяч мужчин и женщин, детей отдали свою жизнь за Слово Божье, отказавшись от того, чтобы принести в жертву богам, отказываясь быть верным Христу. Мы читаем о самом большом гонении. Написано в книге Откровения, что будете иметь скорбь дней десять. И на самом деле, начиная с 303 года, в дни императора Диоклетиана начинаются самые-самые жесткие гонения. И мы читаем в истории, что эти десять лет запомнились или остались в истории как самые-самые кровавые. Что случилось в эти десять лет? Во-первых, было большое количество пыток, людей медленно сжигали, людей обливали солью и уксусом, их живые раны после пыток, людей, всех знатных христиан, которые были при дворе императора или занимали какие-то видные должности, все подверглись пыткам и смерти. Мы читаем о том, что людям завязывали камни на шею и бросали их в море. Многие были утоплены, многие были распяты, распинали их головой вниз, чтобы они долго-долго умирали. Если вначале пытки были одиночные, то после они начались массовые, потому что большое количество людей сохраняло верность к Богу. Мы доходим с вами в истории четыре приказа Диоклетиана. Первый звучал о том, чтобы все сан имеющие были заперты в темнице и очень быстро все священнослужители попали в места заключения. Второй и третий указ гласили о том, что если ты приносишь жертву богам, то ты можешь получить свободу. И очень вскоре был издан и четвертый указ, касавшийся всех христиан, не только те, кто имел священный сан, но и все христиане подвергались пыткам, казни и могли получить свободу, если они согласятся принести жертву богам. Эти нечеловеческие варварства длились десять лет. Но нужно сказать, что участь всех тех, кто в эти десять лет гнал церковь ужасным образом, она тоже не самая, не самая хорошая. Все семена, посеянные, взошли и дали свой урожай. диоклетиан отказался от престола раньше времени и мы замечаем, что Иснурики описывают его состояние отрешенности, а чуть позже чувство страха, которое он испытывал и завершает свою жизнь тем, что он выпил яд, завершая свою жизнь самоубийством. Его зять Галерий, он сменяет своего тестя и в 308 году снова издает ряд указов и начинает небывалые жесткие гонения. Уже в 308 году все, что продавалось на торгах, все овощи, фрукты, все, что люди могли покупать, крапилось кровью животных, которые посвящались богам для того, чтобы крестьяне не могли их употреблять. Галерий его жизнь тоже завершается весьма печально. Он заболел ужасной болезнью, схожей с болезнью Ирода Великого, и его живьем съели черви. Описывается, что в последние дни его земной жизни в царском дворце никто не мог находиться из-за жуткой вони, которая исходила от него. Там он завершает в этом ужасном зловонии, одиночестве, завершает свою жизнь. И мы читаем в одной из последних писем его, когда он обращается к христианам и говорит о том, чтобы они вознесли к Богу его молитвы о нем, давая им взамен свободу. Но эта свобода была очень короткая, поскольку другой, следующий зять Деклетиана, Максимин, начинает мороза за престол и также очень быстро возобновляет гонения, отправляя на работы тяжелые именно христиан. Но и его судьба завершается весьма печально. Борьба за власть заканчивается тем, что он завершает свою жизнь самоубийством. Он, окруженный врагами, был вынужден выпить яд. И только в 313 году Константин Великий, придя к власти, подписывает Миланский дикт, давая крестьянам свободу. Периоды Смирновской Церкви — это одни из самых сложных периодов с точки зрения условий жизни верующих, с точки зрения условий поклонения Богу, с точки зрения экономического, социального, психологического, эмоционального положения тех, кто решил идти по узкому пути и оставаться верными Иисусу. Период Смирны — это не только борьба между гностицизмом и христианством, это не только борьба или полемика между неоплатонизмом и христианством. Верующие избирали не только Христос или Цезарь, они избирали Христос или Велиар, Христос или Сатана. Каждый день у них был выбор, как поступить, принести жертву богам и обрести социальную, экономическую свободу или же остаться верными Христу, невзирая на все лишения, пытки и казни. И мы читаем, что Иисус Христос, видя бедственные положения верующих того времени, Он говорит им этот чудесный комплимент, «Я знаю твои дела, я знаю, что ты делаешь для меня, я знаю, что в условиях кризиса, я знаю, что в условиях тяжелых гонений, я знаю, что в условиях этой нищеты, я знаю, что в условиях этого бегства, этой жизни в катакомбах, я знаю, что в этих условиях, когда женщины подвергались насилию, мужчины тяжким пыткам, когда дети оставались без родителей, Иисус говорит, что я знаю, что в этих сложных условиях ты сохраняешь верность мне, ты сохраняешь верность мне». И я хочу тебе сказать, что я есть первый и последний, говорит Иисус, «Я хочу тебе сказать, что я есть тот, кто не забудет твоего подвига». «Я знаю, хочу тебе сказать, что я есть тот, кто жив сегодня». И далее мы замечаем, что Иисус говорит им, «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни». Вы знаете, что когда сложнее быть верным или когда мы с вами теряем терпение, когда остается ждать совсем немного. И вот Иисус пытался вдохновить верующих, сказав им, «Останьтесь верными до конца, невзирая ни на что. Я знаю, что вам сложно, но будьте верны Богу». Я знаю, что с точки зрения человека это покажется невозможным, но будьте верны Богу. И вы об этом не пожалеете, потому что для вас я приготовил жизнь вечную, для вас я приготовил венец жизни. И завершается обращение к Смирне такими словами, «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Мы с вами живем в земном измерении и для нас очень важна перспектива земной жизни. Для Бога важна перспектива вечной жизни. И Он видит дальше, Он видит больше, и Он видит столько, сколько мы с вами не способны вместить. И Он говорит, да, ваша жизнь была омрачена гонениями и печалью, но я хочу вам сказать, что я готовлю для вас вечную жизнь, и я вам дам что-то большее, я вам дам то, что никто вам не может дать, и я вам дам то, что никто у вас отнять не может. Ни Диоклетиан, ни Галерий, и никто из великих мира сего не сможет у вас отнять то, что я хочу вам дать. У каждого из нас есть свои испытания, и у каждого из нас есть свои переживания. У каждого из нас есть своя пустыня и свой узкий путь, и очень часто идти по нему очень-очень нелегко. И именно для нас звучат эти слова Священного Писания. Не бойся, оставайся верным. Как библейские герои, мужчины и женщины, дети и молодежь, взрослые и малые, как они смогли сохранить верность Богу в столь сложный час своей земной жизни? Наверное, все-таки они помнили эти слова. «Я есть первый и последний, я есть тот, кто был мертв, но жив». Тот факт, что Христос был для них живой Личностью, их личным Спасителем, помогало им идти дальше. И все же, как получилось у верующих, испытавших скорбь, нищету и гонение, остаться верными Богу. Наверное, они оказались способными видеть невидимые, видеть нетленные, видеть вечные, видеть то, что исходит не от человека, а видеть то, что дает нам Бог. Пусть вечный и святой Господь наш и Спаситель благословит каждого из нас и вдохновит каждого из нас сегодня и в каждый день жизни быть верными только Ему. Можно ли остаться верным Богу, когда в жизни не все так, как ты хотел бы? Можно ли остаться Богу верным тогда, когда ты испытываешь описанные здесь в книге Откровения испытания? Иисус говорит, да, это возможно, но это возможно только со мной. Пусть наше путешествие со Спасителем увенчается верой, посвящением Ему. И как никогда святой мученик Поликарп и многие святые мужчины и женщины прошли христианский путь, оставшись верными, пусть каждый из нас, вдохновляясь их жизнью, также следует вперед. И в завершение я хотел бы прочитать слова апостола Павла, где он говорит следующее. В послании к филиппийцам, глава 3, стих 18, 19, 20. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Да, многие, многие путь свой до конца не пройдут. Сложности испугают их, они остановятся. Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Наше жительство на небесах. Мысли о земном ведут от Бога. Мысли о небесах ведут нас к жизни вечной. Господь да поможет нам. Аминь. Пусть жизнь моя, как яркий снег, рассеет мрак кругом, и шлет буждающим привет, придет их мочеком. Боже, жизнь мою я тебе дарю, мною управляй, веди меня своей стезем. Пусть жизнь моя, как песнь звучит, и к небу всех плечет. Усталый дух пусть обогрит, надежду сердце шлет. Боже, жизнь мою я тебе дарю, мною управляй, веди меня своей стезем. Как чудный дар я жизнь мою принял из рук Творца. Ее служение отдаю до славного конца. Боже, жизнь мою я тебе дарю, мною управляй, веди меня своей стезем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова